Что-то Путин беспокоится, что у него мало орешков и никто их не испугался и собирает экстренное совещание, на котором говорит, угрозы Европе сохраняются. Возмущен ли Китай и почему мир до сих пор не видит разницы между жертвой и агрессором и выписывает ордера на арест тех, кто защищается от диктаторских, террористических проделок, войн и режимов. Обо всем этом говорим прямо сейчас. Это прямой эфир ютуба 24-го. Это я, Ирина Узлова. И вместе с нами традиционно еженедельно Цви Зильбер, израильский журналист, а также главный редактор лучшего радио. Лучший главный редактор лучшего радио. Цви, здравствуйте. Искренне рада вас видеть. Шабад шалом и слава Украине. Шалом героям славы. Цви, дякую за позицию. Известную на сампоры. Значит, Путин решил, что две недели он побывал где-то после Валдая. Никто его не видел. Видимо, совещался, боялся. Не посетили разведка шабункер. Думал, что ему делать. Размышлял, куда прилетят Атакамсы и Штормшадос. Или просто не хотел выходить. Он обычно как пугается, прячется. Мы это уже видели и после бунта Пригожина, и не только. А тут целое дальнобойное оружие вражеского НАТО и Запада летит по его санаториям, а на самом деле военным объектам. И вот он второй день теперь остановиться не может. После этой паузы собрал силовиков, Минобороны. Говорит, Орешник, стратегическое оружие, защитит Россию и наши границы. Просто таким, ну да, то, что на них постоянно кто-то нападает. И к Европе тоже система Орешник может доставать, говорит Путин. Что вы из-за этими двухдневными уже непрерывным потоком каких-то непонятных угроз от непонятных двух кедров, то ли Орешников, то ли Боярышников, то ли пойми, чего вообще это летело и зачем видеть ЭЦВИ, что за этим всем стоит и как реагирует на это мир, как реагирует на это и в Израиле также. Ну да, мы узнали, что в Российской Федерации есть много старого советского железа, которое названо в честь разных растений, да, вы знаете, у них и там есть тополя, у них там есть орешник, вот как мы узнали, кедр там и так далее. Но я просто слежу за разными военными обозревателями, которые выражают очень большой скептицизм по поводу того, что мы увидели что-то новое. И говорят, что все эти кедры похожи совсем не на кедры и не на орешники, а на старый советский пионер, который Советский Союз должен был утилизировать в рамках закона, не закона, а конвенции соглашения о сокращении, взаимном сокращении оружия средней дальности. И, в принципе, эти системы еще во времена Советского Союза должны были демонтировать. Но, по всей видимости, Советский Союз всегда так выполнял международные соглашения, то есть НАТО обычно свои, значит, ракеты средней дальности утилизировало, ну, а они, видимо, где-то припрятали, и там у них такие установки имеются. Причем там даже такой полноценной боеголовки не было, как они говорят. Они вот эти шесть штук туда прикрепили, которые разлетались, и, соответственно, ничего нового такого мы в этом ударе не увидели. И специалисты говорят, что это все напоминает вот этот старый советский пионер, может быть, там немножко модернизированный и так далее. Но, скорее всего, речь не идет о какой-то межконтинентальной баллистической ракете, которую они из Астраханской области будут обстреливать Европу. Это обычная такая попытка Путина, попытка эскалации напряженности. А по поводу того, что он без конца выступает, понимаете, у Путина сейчас очень радостно на душе. Очередная его победа, но не в том, что они обстреляли Южмашин, а в том, что он теперь не главный военный преступник в мире. Теперь в мире появилось еще два военных преступника. Это, в пример, министр Израиля Бениамин Нитаньяу и наш уже бывший министр обороны Йоав Галланд. Причем, скорее всего, есть или будут еще какие-то ордеры на арест. Они даже могут их издать тайно. И, в общем-то, израильтянам, даже военным, скажем так, офицерам низшего ранга довольно опасно будет ездить за границу в те страны, которые признают римские статуты, которые заявили, что будут эти ордеры уважать и исполнить их. То есть, да, если Бениамин Нитаньяу окажется на их территории, то они поспешат его арестовать. То есть, Путин просто распирает от радости, потому что он, я уже сказал, он теперь не является главным военным преступником в мире. И, да, многолетняя работа ФСБ, ГРУ со всеми этими гутерришами, она приносит свои плоды. Мы видим постоянно, она приносит свои плоды. Кого-то можно за чак-чак подкупить, кому-то можно помочь в продвижении или в том, чтобы остаться на еще одну каденцию, дав ему голоса нескольких там сателлитных России и стран. Кому-то можно наличкой отстегнуть. Но мы видим, что эти усилия имеют свои результаты. И вот Карим Хан, я не знаю, я не слышал, что у него там какие-то связи с путинской Россией есть. Но подождите, еще все впереди. Он, персона, как оказалось, мутная. И сейчас про него идет, в его отношении ведется расследование по поводу сексуальных домогательств. Он уже поспешил заявить, что это Израиль, значит, фальсифицирует против него дело. Значит, Израиль состряпал этого дела. Это дело для того, чтобы его запугать. Но я не думаю, что израильские спецслужбы будут заниматься такой ерундой, как подставлять каких-то там бывших работниц, которые бы писали на него заявление. Вот мне кажется, что МОСАД точно такими вещами у нас не занимается. Но, тем не менее, неважно. В Израиле восприняли это очень плохо. Вот поверьте мне, очень плохо. Это очень плохие новости. Действительно, от международного права не осталось уже ничего. И если вы посмотрите, то против главы правительства Израиля обвинения выдвигаются в разы более чудовищные, чем против того же Путина. Путин всего лишь детей похищал. Даже никого не убил. Представляете, Путин никого не убил. Он только детей похищал. Но эти дети живы. И в конечном итоге все это поправимо. Их можно вернуть обратно. И, собственно говоря, обвинения снимаются. А вот Нетаньяу и Галланд обвиняются в серьезных преступлениях, в убийствах, в искусственном создании голода при помощи войны, в преследованиях на национальной почве в Газии и на Западном берегу. Что это означает? Это означает, что на Западном берегу происходит некое насилие, а Израиль за это насилие преследует только палестинцев, а своих еврейских поселенцев, значит, он как бы за это дело не преследует. Ну, это, в общем-то, чушь собачья, потому что, ну, насколько я знаю, у нас 16 еврейских экстремистов сидят под административным арестом. То есть это означает, что без предъявления обвинения. Да, их просто посадили, потому что они представляют угрозу безопасности и общественному порядку. И они сидят бессрочно и без предъявления обвинений. Ну да, у нас не сравнить с количеством палестинцев, которые сидят за террор. Ну, такое соотношение именно такое. Поэтому наш новый министр обороны, как только стало известно об этом обвинении, просто заявил немедленно, что все аресты, административные аресты еврейских экстремистов должны быть отменены, и надо их отпустить на свободу. Ну, это то, что называется сделать назло. Но я думаю, что Верховный суд просто не позволит ему это сделать. Понимаете, вот отменили международное право фактически. То есть никого не интересует, кто первый начал. Никто вообще сегодня даже не вспоминает. Там едва упоминается то, что было какое-то нападение на Израиль, Хамас. То ли на Израиль напали, то ли Израиль напал. Кому уже сегодня интересно. Там нет упоминания того, что террористы Хамаса прячутся за мирным населением, за женщинами и детьми. Что они мобилизовали в ряды своих боевиков 16-17-летних пацанов, которые погибают, естественно, как абсолютно легитимные военные цели. И тут же их заносят некую статистику погибших несовершеннолетних. В том, что пропаганда Хамаса постоянно создает картину, алармистскую картину такого полного гуманитарного кризиса, что тоже, в общем-то, не подтверждается. Израиль несколько раз пытался эти вещи опровергнуть. Но да, в самом начале были наделаны ошибки. И наши политики, им языки надо всем поотрезать с их заявлениями. И действительно, они своими идиотскими заявлениями создали такое впечатление, что Израиль собирается использовать гуманитарную помощь, как рычаг давления на Хамас. Действительно, были такие заявления. И значит, соответственно, вот Израиль морит сектор газа голодом для того, чтобы Хамас отдал заложников. Это как такое коллективное наказание, люди страдают. Это тоже весьма сомнительная вещь, потому что гуманитарная помощь поступает туда всегда. Только Хамас ее отбирает у людей и продает им потом за деньги втридорого на рынке. Поэтому, да, вот неважно, не надо доказывать теперь, что были какие-то геноцидальные намерения. Никто не упомянул, что их родные братья, их родные братья, члены их семьи, египтяне, не пустили ни одного беженца на свою территорию. Да, казалось бы, идет война, и мирному населению всегда, ну, всегда и везде есть возможность куда-то убежать, безопасное место, перейти границу, остановиться временно в другой стране, где открываются лагеря беженцев. В ООН есть специальное агентство, которое этими лагерями беженцев по всему миру занимается. Но нет, Египет построил бетонную стену и не пропустил себе ни одного беженца. Это их братья. Египтяне и жители Газы – это один и тот же народ. Но они абсолютно ничем не отличаются. И Газа была частью Египта до 1967 года. Нет ни одного беженца к себе, ни одного брата они к себе не пустили, потому что палестинское население им интересно только в одном ключе, когда оно создает давление на Израиль. Во всех остальных аспектах их совершенно не интересует, сколько их там живо, сколько их там уже не выжило и так далее. Но Международный уголовный суд… Да, и еще один момент. Израиль – демократическая страна со своей независимой судебной системой, которая может все расследовать. Международный уголовный суд обычно вмешивается туда, где нет шансов на проведение объективного расследования. Но ничего, все это уже не считается. И судьи Международного уголовного суда единогласно поддержали это решение и сдали ордеры на арест. И, знаете, в Израиле сегодня такое… Ну, я вам просто говорю, как такое всеобщее настроение, всеобщее ощущение. Вот, знаете, возле стены плача, вот прямо напротив, поставить часы с обратным отсчетом до инаугурации Трампа. Вот, в буквальном смысле. Все сейчас говорят только о том, что вот сейчас придет Трамп, и он им покажет. Ну, мы действительно слышим из его окружения довольно грозные заявления в адрес Международного уголовного суда. Ну, посмотрим, останется ли это актуально через два месяца, потому что там мы слышали даже вплоть до того, что Америка не будет защищать те страны, которые будут уважать ордер уголовного суда и не пускать к себе Венемина Нитаньева. Ну, посмотрим. Разговоры – это разговоры, а реальные дела будут через два месяца. Но, действительно, ощущение у Израиля такое, как сейчас, как у осажденной крепости со всех сторон. И единственная надежда – это Соединенные Штаты Америки. Кстати, Байден тоже заявил, что он считает эти ордера абсолютно незаконными. Но, тем не менее, как-то вот в Израиле сейчас исключительно все ждут инаугурации Трампа и надеются, что он им теперь покажет. Ну, на самом деле, это для Израиля очень и очень плохие новости. И это очень плохой прецедент вообще для всех стран, которые имеют дело с чудовищной злобой, со всеми этими террористическими режимами. Ну, посмотрите, как радуется Иран, как радуется Хизбалла и Хамас. Все террористы во всем мире обрадовались и воодушевились. Вот спасибо Международному уголовному суду. Наконец-то они нашли настоящих военных преступников. А Путин что? Путин просто только детей похищал, да? Потом вернет, если приспичит, да? Вот. А никого не убивал? Да, да. Никого голод не устраивал, холод не устраивал. Ну, детей похищал, да? И то не он, а Львова Белова, да? Просто она ему об этом доложила, и он не сказал, что, типа, ну, нельзя этого делать. Да, это, ну, честно говоря, если описать двумя словами, это просто трэш и жесть, когда мы увидели эту новость, потому что как раз о последствиях таких далеко идущих ЦВИ возникли у нас тоже понимания того, что опять безнаказанность агрессоров, опять стирание этого знака, кто есть кто, и опять рисование знака равно между жертвой и агрессором, ну, просто воодушевляет вот всех таких. Ну, и голуби мира, и же с ними, такие как Турция, тоже за это, конечно же, ухватились, говорят, ну, это чрезвычайно важно, что там бедные жители Палестины, значит, уничтожались, вот-вот такое. Это та Турция, которая предлагает заморозить кровопролитную российскую войну по линии фронта, каких-то миротворцев позвать, уже видели миротворцев, и в Армении, Азербайджане, и только вечно. Ну, это та Турция, которая совершенно без всяких долей сомнений бомбит курдские города. Абсолютно. И ни в чем себя не отказывает, не стесняется, ни в чем не ограничивается. И самое главное, что никаких демонстраций протеста мы нигде в мире не видим, хотя там тоже, мы даже не знаем, сколько там погибает, да, а потому что никому не интересно, знаете, говорят, no Jews, no news, да, если это не Израиль делает, то это никому не интересно. Ну, собственно, это тоже будем следить и за тем, что мы еще узнаем о Каримихане, и за тем, как будет реагировать не только Дональд Трамп, но и представители других цивилизованных стран на это. А можем ли мы говорить, что учитывая, что и Путин сейчас возрадовался вот ордеру на арест Нетаньяху и Галланта от Международного уголовного суда, действительно, как связаны все эти войны, о чем мы говорим постоянно. Можем ли мы говорить, что он тоже там где-то у себя в бункере перевернул песочные часы и ждет прихода Трампа на самом деле. И поэтому он сейчас еще демонстрирует, как будто бы свою мощь и силу орешниками и не только. И поэтому он рассчитывает, что ему между капелек каких-то переговорных удастся еще проскользнуть и в Туш-Гагу не попасть. Вы знаете, я очень много слышу, что Путин хочет улучшить свои переговорные позиции до прихода Трампа. Я не знаю, я абсолютно в это не верю. Не кажется мне, что он в принципе даже теоретически хочет какие-то переговоры. Вот тут Лавров говорит, что Украина будет уменьшена в размерах, будет в сокращенном виде. То есть все вот эти его требования, которые он тут озвучивал, они абсолютно нереальны. И даже если Дональд Трамп решит любой ценой заключить мир между Россией и Украиной, он все равно не сможет пойти на такие условия. Это условия совершенно безумные. И это, то есть если Дональд Трамп согласится со своей стороны на такие условия, будет давить на Украину, чтобы она это приняла, но это будет воспринято как еще одно бегство из Афганистана. Ну вот абсолютно. Абсолютно будет то же самое. И Путин, вы знаете, он же тоже испытывает давление изнутри, вот со стороны всех этих суперпатриотических кругов. Я думаю, что, может быть, мы даже недооцениваем значение этого давления. И в какой-то степени он заложник этой славы, заложник этой толпы и их поддержки. И в какой-то ситуации может быть он и сделает совершенно нерациональный шаг, за который он потом будет раскаиваться. Потому что, ну вот это все, что они пытаются выдать за эскалацию, это ладно. Но если он вдруг будет приперт к стенке как та крыса и захочет применить ядерное оружие, это уже будет совсем другая ситуация, которая, я уверен, изменит очень многое. в мире. Но будем надеяться все-таки, что до этого, будем надеяться все-таки, что до этого не дойдет. Но, да, он вовсе не стремится улучшить свои переговорные позиции, он стремится уничтожить Украину. Это то, что надо понимать. И Дональду Трампу придется иметь с этим дело. Поэтому Путину был интересен Дональд Трамп с той точки зрения, чтобы создать хаос. Вот если бы Дональд Трамп победил с каким-то такой, как называется, по фотофинишу, или, наоборот, Камала Харрис победила бы по фотофинишу, и Америка бы еще год-полтора-два копалась в этих результатах, судились друг с другом, и был бы полный хаос, и всем были бы не до Украины, то это вот был бы для Путина самый лучший сценарий. А то, что Трамп поддержал такую однозначную победу, и хаоса никакого не будет, и власть ему передадут по порядочной процедуре, это, наверное, Путина не очень сильно устраивает. Судя по первой каденции Трампа, Путин тоже встречал его шампанским, Жириновский покойный, помните, шампанское открывал. Но закончилась каденция, у Кремля были довольно кислые мины по этому поводу, и они тогда очень воодушевились победой демократов, и именно вот, что там начался хаос, что Трамп еще бился несколько месяцев в судах, и был штурм Капитолия, это вообще в Кремле, наверное, был оргазм в этот момент, вот, но хаоса не произошло, поэтому сейчас осядет вся эта предвыборная пыль. Дональд Трамп, да, он непредсказуемый, он, конечно же, нарцисс, он, конечно же, очень своеобразный человек, но все равно есть какие-то элементарные вещи, которые он не сделал, даже если ему будет это хотеться, заставить Украину отдать Путину Запорожье, он не сможет, да и не станет, потому что я говорю, это Трамп много раз в самых разных разговорах упоминал Афганистан как чудовищную ошибку, что, да, действительно, с талибами начал договариваться Трамп, который очень хотел забрать оттуда войска из Афганистана, но он считает, что так, как это сделал Байден, да, это было чудовищно, и это послужило началом всем войнам, которые вот начались при Байдене фактически, да, но и если, если Трамп захочет капитуляции Украины, это же будет то же самое, может быть, даже еще хуже, потому что Афганистан это где-то там далеко, между Китаем и Россией, да, в общем-то, и Ираном, да, а Украина это Европа, да, и если сдать Украину, то непосредственная угроза будет нависать уже над Европой, это уже американские союзники, это вероятность того, что и американским солдатам придется там воевать, поэтому не думаю я, что Путин думает о каких-то переговорных позициях, ему переговоры не нужны, и я думаю, что Дональд Трамп в этом очень быстро убедится, да, он, конечно, попытается, но мы видели уже, да, как отреагировали на предложение Эрдогана, который фактически предлагает то же самое, что потом предложит Трамп, да, давайте остановим войну по месту сейчас по линии фронта и потом уже будем договариваться, кто куда и кто что, вот, да, но Путин заявил, что его это не интересует, он будет продолжать эту войну до, значит, достижения целей, которые вот он провозгласил, да, это отхапать Украины территорию и дальше принудить ее фактически к полному разоружению и полной беззащитности перед следующей российской агрессией, то есть, ну, фактически это будет означать, что Украина должна согласиться на то, что она перестанет существовать, так что посмотрим, посмотрим, я не думаю, что Трамп пойдет на такой чудовищный и пораженческий шаг. Ну да, потому что действительно Трамп, который как раз Байден Афганистан, например, на Тывамеце и забрасывал не один раз, то это для него будет еще более позорно, как кажется мне, но в то же время Трамп ведь может просто запустить, например, какой-то переговорный процесс, а там хоть потоп, хоть четыре года, пусть его коденции, хоть сорок, или он будет понимать, что этот переговорный процесс никаким образом Кремлю, которому, как мы с вами поняли, мир не нужен, не будет соблюдаться? Ну, может быть, в самом процессе Путин и заинтересован, чтобы просто шли переговоры о чем-нибудь, но они же сами говорят, что война не будет прекращена, то есть переговоры будут идти под огнем, вот как Израиль сейчас ведет переговоры с Хизбалой, не прекращая военных действий, вот так и Путин говорит, что переговоры будут под огнем, и, соответственно, это ничего не мешает, не меняет с точки зрения американской поддержки Украины, поэтому Трамп тоже не заинтересован в бесконечных переговорах, потому что это фактически ничего Америке не дает, и если Трамп поймет, а он поймет это довольно быстро, что это просто затягивание времени, это просто Путин вводит его за нос, то, в общем-то, я думаю, что Трамп быстренько с этим делом разберется, я надеюсь, что Трамп быстренько с этим делом разберется, но, может быть, сам по себе какой-то переговорный процесс Путина и заинтересует для того, чтобы там пускать пыль в глаза и делать вид, что он действительно хочет, наверное, прийти к какому-то мирному соглашению, но мне кажется, что даже этого не произойдет, даже этого не произойдет, и, ну, нет никаких переговоров, не существует, это все иллюзии, это все иллюзии людей, которые, ну, считают, что они могут залезть Путину в голову, просчитать его действия, исходя из какой-то, из какого-то общего рационализма, что вот он же, он же не сумасшедший, но это та ошибка, которую много лет делал Израиль, да, когда мы пытались построить логическую цепочку, как думают наши враги, и говорили нам все время, что Хамас ослаблен, Хамас напуган, Хамас работает наши силы сдерживания, Хамас боится восстания своего населения, поэтому он сейчас заинтересован в повышении уровня жизни в секторе газа, в борьбе с безработицей, и все вот это вот. Это мы, да, сами, сами, сами для себя сделали такие выводы, построив вот эти рациональные цепочки, логически построив, да, как должен вести себя Хамас, как бы ввела себя в эту ситуацию какая-то рациональная власть, и в результате мы год назад, больше года назад оказались просто у разбитого корыта, и сегодня в Израиле до сих пор не начала работу Следственная комиссия, это очень жаль, уже давно пора было начать расследование, как это все произошло и как эта концепция появилась, но в Израиле израильтяне считают, что сегодня должна быть новая концепция и просто новый договор между государством и народом, потому что все старое уже никуда не годится, и вот все эти наши отставные генералы и бывшие начальники генштабов и министра обороны, которые сейчас переходят из одной телестудии в другую, они все уже вызывают какую-то идиосинкразию, и ты понимаешь, что этот человек, который сейчас очень умен задним числом и дает какие-то советы действующим генералам и главе правительства, что вот этот самый человек, он тоже часть системы, которая выстроила совершенно ошибочную иллюзорную концепцию о том, что Хамас не заинтересован в войне. Поэтому очень важно, чтобы того же самого не происходило со стороны Запада в отношении Путина, что они знают, как он думает, чего он хочет, чего он не хочет и что он будет дальше делать. Путин это знает и Путин это очень умело использует, точно так же, как это очень использовали всегда и Хамас, и Хизбалла, и Иран в отношении Израиля. Однозначно. И глава украинской разведки Кирилл Буданов говорит, что этим ударом орешником Путин показывает тоже, что он сошел с ума, просто не в себе. И это тоже надо, конечно же, учитывать. Еще один игрок всех процессов и войн, который как будто бы наблюдает, но задействован, по крайней мере, в российско-украинской войне так точно, конечно же, о Китае и Си Цзиньпине. Думали, что даже может не прокомментируют, но нет. Значит, Китай в лице Линь Цзян, спикера министра иностранных дел страны, сообщил, что реагируя на удар под Днепру баллистической ракетой средней дальности, призвал все стороны сохранять спокойствие и сдержанность за все хорошее против всего плохого посредством диалога, консультаций и создавать условия для скорейшего прекращения огня. Как Китай сейчас, как мы с вами полагаем, он просто наблюдает дальше и ему выгодно продление и ослабевание также и путинского режима или все-таки такие телодвижения Путина, которые вкладываются и в эскалацию и с элементами ядерного шантажа, хоть вчера диктатор в своей этой семиминутной речи о ядерке не вспоминал, но тем не менее это все понятное дело, что ядерку на все эти ракеты подвесить можно. Как Китай себя сейчас ведет и что ему выгодно? Ну, Китай это дело тонкое, и да, это просто Китай заплатил словесной монетой, надо было что-то сказать, Китай сказал, мы уже слышали от них, что Китай сделал самое справедливое предложение по поводу конфликта в Украине, самое справедливое предложение сделал Китай, я уже даже, честно говоря, не помню, что он там предлагал, но когда началось российское вторжение, именно китайцы, я не помню, кто это был, посол Китая во Франции, то ли в ООН, который заявил, что на самом деле Украину вообще нельзя ее считать полноценным независимым государством, да, это как бы все равно российская вотчина, все страны бывшего Советского Союза, да, ну и я думаю, что он просто спалил базу, как говорят, да, то есть он просто выдал то, что говорится в китайском МИДе, их настоящую позицию, так что Китай считает, что это нейтралитет, Китай не будет принимать каких-то резких, не будет делать каких-то резких движений до инаугурации Трампа, потому что Китай хочет понять, в какую сторону, вообще говоря, у Трампа настроение, потому что в первую свою каденцию Трамп сильно с Китаем воевал торгово, да, вел торговые войны, вводил пошлины, и Китаю это не понравилось, но если тогда Дональд Трамп говорил о том, что Китай занимается пиратством, воровством американской интеллектуальной собственности, зарабатывает на этом миллиарды, то на сегодняшний день, ну, слушайте, тот же Илон Маск, который сейчас, ну, наверное, самый приближенный к нему человек, хотя я допускаю, что они могут поссориться в любую минуту, это два абсолютно эгоцентричных человека, самодостаточных, и если там что-то кому-то из них не понравится, то они могут расплеваться очень быстро, но тем не менее, да, у Илона Маска половина его предприятий в Китае находится, где дешевая рабочая сила, да, конечно же, Илон Маск не заинтересован в том, что, не заинтересован в том, чтобы Америка вводила какие-то санкции, и его предприятиям в Китае приходилось бы платить какие-то дополнительные налоги или таможенные пошлины, да, Дональд Трамп хочет, Дональд Трамп хочет залить мир дешевой нефтью своей, чтобы уронить цены на бензин и цены на нефть на мировых рынках, да, а Илон Маск вообще-то у нас как бы такой одна из главных персон в альтернативной энергетике, а вообще-то Тесла делает, да, электромобили выпускает, но тем не менее, когда Трамп победил, то акции Теслы резко взлетели вверх. Ну, такие вот, видите, есть какие-то странные парадоксы, да, которые пока невозможно объяснить, поэтому Китай не будет дергаться, то, что он говорит, это просто ни о чем, да, это надо что-то сказать, чтобы ничего не сказать, да, так что пока, я думаю, Китай будет продолжать в том же духе, а вот после инаугурации Трампа посмотрим, как между ними будут складываться отношения. Может быть, Трамп посчитает, что наоборот, на данный момент надо Китай как-то умиротворить для того, чтобы сдерживать Путина, может быть, а может быть и посчитает, что война с Китаем важнее, ему наоборот надо перетянуть Путина на свою сторону, чтобы противостоять Китаю, но я думаю, что ему объяснят, что этот процесс уже, процесс подминания России под Китай уже перешел в необратимую фазу и оторвать Россию от Китая невозможно, я надеюсь, что у него хватит советников, которые ему эту тему объяснят, и Америка при всей своей привлекательности для разных стран, для России вовсе таковой не является, потому что сегодняшняя Россия это страна, которая, я не знаю, в какое прошлое провалилась, и все эти американские джинсы, там и другие блага цивилизации, айфоны, там и другие блага цивилизации, такое впечатление, что Россию сегодня вообще не интересует, Россия хочет кровавого фарша, Россия хочет территориальных захватов, и я не знаю, в какой далек, и скреп, да, и скреп таких, крепостнических, средневековых скреп, я не знаю, в какое время она провалилась, но возможности Трампа здесь привлечь их чем-то очень ограничены, да, Трамп может на них повлиять, единственное, что с санкциями, штрафными мерами, и созданием реальной военной угрозы, вот это, да, это будет иметь эффект, а попытаться привлечь их чем-то, какими-то плюшками, да, тем более против Китая, на котором вся эта война фактически держится, да, я думаю, что это совершенно нереальный проект даже для Донда Трампа. Цви, много у нас тем, которые мы будем обсуждать еще и в дальнейших наших эфирах, и много неопределенностей, понятно одно, больные террористы и диктаторы, они есть, ими надо бороться, чем мы и занимаемся. Здесь сомнений никаких не остается, конечно. Спасибо вам огромное за эту беседу и за вашу позицию и всю деятельность и работу. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Цви Зильбер, израильский журналист и главный редактор «Лучшее радио» был вместе со мной Ириной Узловой. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube «Лучшего радио». Можете найти там еще больше разговоров, которые проводит и сам Цви, и интересного контента, полезного и важного в условиях наших войн, а также на YouTube 24-го тоже подпишитесь, пожалуйста, почти 8 миллионов нас. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.